Юлия Апроду 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 какой-то город во-первых современный центр с современными постройками который как их вижу я поскольку изображение также были отрисованы мной лично и вообще в принципе вот эта вот сама вся история с нитями переплетения судеб историй то как я это увидела как это показалось логично изобразить мне кажется зритель должен был почувствовать а может быть это обращение к молодому поколению в том числе во первых конечно мы не должны забывать о том кто стоит у истоков благодаря чему и кому наш город сейчас и называется так и выглядит так какие-то ключевые постройки там функции изначальные города у нас были вот так ярослава я знаю что вы много экспериментируете расскажите в какой вы чаще работаете техники и может быть в какой тематике на самом деле очень трудно ответить на этот вопрос хотя бы потому что настолько каждый раз все по-разному просто все зависит от погоды от настроения как у любого художника я думаю творческого человека просто как карта ляжет вот утром утром сегодня я хочу рисовать масляной пастелью сегодня хочу рисовать акрилом сегодня маслом и и все остальное по поводу материалов я работаю на на всем что просто попадает мне в руки в данном вот сейчас я работаю над гитарой старой их убитой просто я перекрашиваю делаю из нее какую-то интересную опять как арт-объект я вжилась во вкус мне очень это понравилось никогда не работала в таких больших масштабах и на самом деле петр прям для меня большая любовь а какие материалы вот вы для петра использовали все просто фанера нити гвозди и много любви посвящаете ли вы свои картины петрозаводску вообще в целом да так вышло что моя дипломная работа которую я сейчас над которой я работаю связано с нашим городом и опять с выставкой так что я готовлю персональную выставку которая пройдет уже в конце ноября этого года и там как раз будут представлены много работ много зданий нашего города как я вижу наш город в опять же в разных техниках там и бинтики и пастели и все вместе как я его вижу как я его представляю ярослава а скажите чей отзыв на сегодняшний день для вас особенно важно принципе мне кажется что нормально для человека когда отзывы его семьи для него являются основополагающими и на этом строится вот какой-то вот уверенность себе поэтому я благодарна своей маме в первую очередь за поддержку и за ее вот отклик к моему творчеству и конечно моим преподавателям которые тоже всегда меня поддерживают поздравляют и подталкивают к творческим успехом в дальнейшем так или иначе напоминаю про какую-то выставку где-то что-то помогаю там найти раму в общем благодарна абсолютно людям которые меня любят ярослава спасибо большое за интересную беседу я уверена что у вас впереди огромное будущее желаю вам творческих успехов вам спасибо